друзья я снова рад вас видеть на канале для взрослых и адекватных людей большинство из нас с вами живет в городе соответственно большинство наших автомобилей эксплуатируется в основном внутри городов с их напряженным трафиком поездки у нас как правило совершаются на небольшие расстояния с частыми остановками и старт-стопами кстати а вы знали что короткие поездки особенно в холодное время года несут немалый вред двигателю ваших автомобилей что самое интересное короткие поездки приравниваются к тяжелым условиям эксплуатации самими автопроизводителями это кстати придумал не я они и они же нам любезно подсказывают что это такая поездка при которой автомобиль преодолевает в городском режиме менее 10 километров за раз что такое короткая поездка мы с вами разобрались думаю у большинства из вас как и у меня маршрут состоит из таких вот коротких поездок в течение дня поэтому теперь мы с вами будем разбираться в чем же вред таких поездок особенно в холодное время года главная причина по сути всего одна двигатель банально не успевает прогреваться а если быть еще точнее то не успевает прогреваться моторное масло и всю короткую поездку с момента запуска двигателя до момента его остановки вы едете на обогащенной смеси потому что мотор и масло еще не прогрелись и блок управления двигателями льет топливо чтобы побыстрее мотор и масло прогреть и даже когда вы наконец увидели на щитке приборов температуру охлаждающей жидкости в 90 градусов и думаете во наконец-то мотор прогрелся не спешите потому что по факту температура масла составляет всего еще градусов 40 а то и 50 в этом легко убедиться тем у кого есть бортовой компьютер который выводит такую информацию ну вам на щиток приборов либо вы можете банально установить датчик температуры масла и посмотреть что когда мотор прогревается и охлаждающая жидкость выходит там 90 100 градусов масло как бы еще только не в половину этих цифр масло разогревается гораздо медленнее говорю это специально для тех кто мне пишет что я несу бред и у них через десять минут езды мотор прогрет все хорошо и они даже начинают наваливать но отличное решение только здесь нужно понимать прогрета у вас охлаждающая жидкость до масла нет и запомните раз и навсегда температура охлаждающей жидкости не равна температуре масла особенно при езде холодное время года соответственно из-за коротких поездок получается большую часть времени мы ездим на богатой смеси из-за этого получаем нагар в камере сгорания на днище поршня также на электродах свечей ну а при работе мотора без нагрузки в пробках со временем забивается дренажное отверстие под поршневыми кольцами они соответственно теряют подвижность и как следствие мотор начинает потихонечку расходовать масло при этом на седлах клапанов из-за отсутствия продувки будет копиться нагар клапаны начинают плохо держать давление ускоряется износ деталей в общем ничего хорошего для двигателя в таком режиме езды происходить не будет и всю эту печальную историю крайне обостряет разжижение масла топливом которая сначала не успевает сгореть в непрогретом двигателе и смывает масляную пленку со стенок цилиндров именно так топливо попадает в масло а потом топливо не успевает за счет коротких поездок из масла выпариться и я почти в каждом ролике про это говорю но по комментариям до сих пор вижу что многих забавляет это утверждение они уверены что бензин вообще в топлива не попадает а если попадает то в крайне малых количествах и тут же испаряется полностью до парни но только чтобы это произошло масло должно хорошенечко прогреться она этого сделать как раз и не успевает а потом у вас следующая короткая поездка а потом еще еще одна и топлива все больше 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 в масле копится а испаряться она оттуда не успевает понятное дело что жизнь нам диктует свои условия но вот если есть такой маршрут до утром это дом садик школа работа вечером работа школа садик дом у большинства это маршрут именно такой по выходным еще немножко магазинов и вот вроде все в шаговой доступности расстояние относительно невелики а вот без машины но никак не обойтись но неудобно и при этом вы понимаете что это короткие поездки вредно для двигателя вредно для автомобиля и что же делать в таком случае первый момент сами автопроизводители говорят нам о том что при наличии коротких поездок масло нужно менять в два раза чаще и точка ибо условия как вы уже поняли для него действительно крайне неблагоприятные там и топливо и много моточасов и окисляется она быстро и очень богатая смесь кстати ссылку на видео как часто менять моторное масло по версии японских специалистов я оставлю в описании они говорят именно про эти вещи короткие поездки тяжелые условия эксплуатации замена по моточасам либо в два раза чаще то есть через 5000 километров все это вы можете подробно посмотреть там но на эту важнейшую рекомендацию большинство успешно забивает даже те кто то не знает а те кто знает считают что все это ерунда ну а потом удивляются задиром на свежих авто масложору списывая это все на плохие условия плохие двигатели поддельное масло кто угодно виноват но не владелец который вот не хочет верить в какие-то прописные истины и меняет масло как ну как считает сам нужным да поэтому зафиксировали этот момент меняем моторное масло не через десять не дай бог не через пятнадцать тысяч а через пять ну хотя бы зимой и как бы нам этого не хотелось делать это нужно ну либо более правильно если поступать то менять масло нужно через двести пятьдесят моточасов здесь ничего сложного это был первый момент второй момент обеспечили двигатель живым моторным маслом у которого нет переката по моточасам и теперь нам нужно выжечь весь вот этот нагар из камеры сгорания удалить его с кромок и седел клапанов выпарить бензин который попал в масло прожечь и очистить свечи но вот тут вот у нас есть одна небольшая проблемка для этого необходимы температуры свыше трехсот градусов по цельсию на самом деле вывести мотор на принудительный режим самоочищение довольно таки легко для этого вам необходимо использовать пониженные передачи либо перевести автоматическую коробку передач в ручной режим если его у вас нет активировать кнопочку спорт режима и поддерживать повышенные обороты в течение 10-15 километров пробега именно при езде на повышенных оборотах где-то от трех с половиной до пяти тысяч достигается максимально крутящий момент и вследствие чего очень хорошо продувается двигатель это способствует внутренней его чистки снимается кокс нагар продукты распада и что важно чем выше обороты двигателя тем больше давления в масляной системе и именно это помогает очиститься кольцам и восстанавливает их подвижность но самое главное не забывайте что при езде в таких режимах двигатель и масло должны быть максимально прогреты еще лучше если есть возможность прокатиться по трассе ведь чем больше открыть дроссель тем быстрее выгорит весь нагар и двигателю станет легче дышать у немцев кстати существует даже специальный термин метод прожига кстати в россии тоже есть такой термин дать просраться называется который как раз говорит не только о необходимости но и о полезности форсированных режимов работы двигателя недаром опытные водители замечают что после продолжительной поездки по трассе двигатель начинает работать тише и ровнее он избавляется таким образом от шлаков и выводит свои токсины если машина часто используется в режиме коротких поездок то бонусом ко всему вышесказанному выхлопной системе образуется конденсат иногда из глушителей некоторых автомобилей даже слышится угрожающее бульканье похожие на рокот в один прекрасный момент он может просто замерзнуть а выгул авто на повышенных оборотах позволяет выгнать его из выхлопной системы парни я надеюсь что все прекрасно понимают что все вышесказанное не означает что нужно носиться сломя голову нарушая пдд в городе либо на трассе потому что даже с автоматической коробкой передач в большинстве случаев можно выбрать ручной режим переключения но либо выбрать просто спорт режим который поднимет обороты и позволит хорошенько покрутить мотор даже в городе не нарушая скоростного режима ну например если принудительно выбрать вторую либо третью передачу и как следует поджигать хуже других режим коротких поездок переносят моторы с прямым впрыском топлива напомню что на этих моторах топлива не омывает впускные клапана именно поэтому двигатели с непосредственно впрыском означают не только необходимость применения высококачественного бензина с мощными присадками но и важность периодического выгуливания автомобиля на повышенных оборотах поэтому в такие моторы после зимы я в обязательном порядке заливаю хорошую добавку в топливо для улучшения мощных свойств бензина так сказать витаминка бодрящая после зимы поймите я никого не призываю специально наматывать километры по трассе или биться в отсечку в пробке на первой передаче чтобы дать просраться двигателю хотя ему это и пойдет только на пользу от коротких поездок нам никуда не деться я снял это видео чтобы вы понимали что существуют также и негативные факторы которые убивают наши автомобили а пытаться их предотвратить либо нет дело сугубо ваше я лишь скажу что если хотя бы на выходных вы погоняете под нагрузкой там 45 тысяч оборотов на полностью прогретом моторе и коробке передач в течение хотя бы ну пусть будет 5 там 7 километров то большинство шлака нагара и конденсата и топлива из моторного масла накопленного за неделю все это вылетит в трубу и двигатель скажет вам за это мужик большое тебе спасибо берегите себя берегите своих близких любите свои автомобили как любим их мы и помните какой хозяин такая машина но вы поняли о чем я